Всем привет! Наступил замечательный и тревожный момент, когда настало время подготавливать Бенели М2СП под реалии практической стрельбы. Безусловно, ружье уже идет максимально подготовленное под это дело, но ничто не совершенно, не все может сделать завод. Поэтому требуется приложить наши ручонки. Я сейчас постараюсь вкратце по пунктам объяснить, что буду делать я. Постараюсь показать варианты до и после. И в качестве такого туториала по подготовке. На самом деле, все это уже практически есть на моем канале в плейлисте по Бенели М2. Тут, в общем-то, плюс-минус все то же самое. Но для того, чтобы все это скомпоновать в одном видео, я думаю, всем будет полезно и интересно. Приступим. В первую очередь, я на самом деле это уже сделал. Внимаем УСМ. И единственное, что нам потребуется сделать с УСМом, это добавить сюда вот такую вот шайбочку. У меня на разных УСМах эта шайбочка выполнена по-разному. Где-то она стальная, где-то она латунная. Сейчас она какая-то там типа пластиковая. В чем смысл этой шайбочки? Если мы снимем колечко, то вот эта внутренняя втулочка, которая держит всю сборку УСМа, то есть и лоток, и курок, она будет иметь некоторый люфт влево-вправо. Собственно, по этой же причине у вас будет немножко люфтить влево-вправо лоток. Когда вы добавляете сюда шайбочку, она где-то должна быть там полмиллиметра, может быть, около того. Этот люфт убирается, и лоток будет ходить более-менее прямолинейно по вертикали. На самом деле, работать все будет и без этой шайбочки, но это лично моя такая фича, которая я считаю необходима. На всех своих ружьях я это сделал. На некоторых это помогло лечить какие-то фантомные косяки, которые, знаете, происходят по непонятным причинам. Вот ты не можешь объяснить. Делаешь шайбочку, и теоретически что-то из этого исправляется. Поэтому шайбочка вот такая у меня есть на всех УСМах от Benelli, которые у меня были. Всем категорически рекомендую. По большому счету, больше доработок с УСМом по Benelli M2 или M2 SP, на мой взгляд, не требуется. Есть, конечно, американские компании, которые занимаются тюнингом оружия, и они предлагают так называемый триггер джоп, то есть это облегчение спуска, облегчение пружин, то есть замену пружин на более мягкие, замену лотка на лоток безвилочный. Объясню, почему в наших реалиях это довольно сложно. Ну, лоток-то, понятное дело, поменять дело не хитрое, но просто я в этом не вижу смысла. Я об этом рассказывал, собственно, в видео про Таранский лоток, опять же, можете посмотреть в плейлисте по Benelli. После грамотного распила окна зарядки, такой лоток обычный с вилкой ничем абсолютно неплохо, ничем не мешает. По поводу УСМа, именно облегчение спуска. Самостоятельно я бы этого делать точно не стал, поскольку можно запороть достаточно дорогую деталь ружья, при этом какого-то супер глобального выигрыша именно на ружье, от того, что у вас спуск будет чуть-чуть полегче, де-факто я не вижу, ну вот реально. То есть я с Benelli стреляю уже 6 лет, и не вижу никакой проблемы в штатном спуске, если он только уже, вот как о моей старой Benelli, ну, из-за ресурса не стал жестковат. Штатный Benelli достаточно имеет мягкий спуск, без каких-либо вопросов. Если вы его перепилите, вы можете получить бомфайр. То есть ружье будет стрелять в автоматическом режиме. Это запрещено как правилами, так это не позволит вам контролировать стрелять, то есть вы можете просто испортить деталь. Больше по УСМ абсолютно никакой работы нет. Дальше. Кнопка сброса затворной задержки. Она на М2СП сделана увеличенной, на двух отдельных винтиках. Ее проблема заключается в том, что как только вы расширяете окно зарядки, нижний край этой кнопки начинает мешать зарядке патронов в окно. Поэтому эту кнопочку мы слегка укорачиваем именно вот с нижней части. Сразу же уточню, что при откручивании вот этой кнопки, а также при откручивании блока целика, здесь есть винт регулировочный, желательно иметь либо очень качественные, очень подходящие по калибру и по размеру к этим винтикам отверточки, либо греть все изначально феном и только после этого стараться откручивать, потому что они сидят на фиксаторе, и ни у одного человека уже были проблемы с тем, что при откручивании этих винтов у них срывались шлицы, и уже после этого их приходилось таким образом высверливать, выковыривать и где-то искать новые. Поэтому аккуратненько, что с этими винтами, что с винтом на цельке. Сейчас подразберу и продолжим. Продолжим. Следующим у нас по ходу ствол. Здесь по большому счету особо ничего дорабатывать не требуется. Мушка здесь уже идет более-менее нормально. Я, например, тоже планирую с ней попробовать пострелять именно в том виде, в котором она здесь есть. Единственное, что я буду делать, это классический вариант нанесения вот сюда красочки, специальный рыболовный лак, который позволит мне даже без поднятого целика иметь ощущение такого псевдоцелика для того, чтобы лучше центрировать мушку по планке. Что касается мехобработки, единственное, чего я бы коснулся в стволе, это его хвостовика. К слову, это не основная часть. Сразу же, если у кого-то будут вопросы, поскольку он просто спокойно откручивается от ствола. У него есть вот это вот место. Вот это. Штат на дно выфрезерован так, что теоретически есть возможность утыкания сюда патроны при подаче. У меня такое было на одном из ружей, после чего я здесь вот сделал небольшую, буквально такую вот фасочку сгладживания, для того, чтобы он проскакивал именно в патронник. Буквально там миллиметрик, уголочек вот этот вот подснять, и все будет замечательно. Со стволом на этом все. Что касается цевья. Штатное цевьё Бинелли М2СП, оно, в общем-то, не отличается от обычной М2, за исключением одного момента. У него здесь есть вот такие вот пупырки с задней части. Нужны они для того, чтобы при сборке ружья они центрировали вот это цевьё в коробке. Хорошее решение. Лучше, чем у обычной М2. М2, это цевьё, оно болтается всё время. Но я не буду использовать это цевьё. Могу сказать его сразу. Это сразу, потому что у меня есть цевьё от моей старой М2, которая уже подготовлена. Если вы посмотрите, что на нём сделано. На нём снят вот этот горб, для того, чтобы пара вторая при зарядке спокойно совершенно проходила. И сделана насечка. Насечка сделана специально для того, чтобы не рвать перчатку. Так бы можно было всё обклеить контактной лентой. Но вот такой вот стиплинг, так называемый, то есть это насечка паяльником, она позволяет избежать всех неприятных вещей, связанных с амортизацией именно перчаток. Это цевьё у меня останется просто как запас. В идеальном новом состоянии. Продолжим. Следующий этап это керриер. Видео, опять же, было на канале. Всё смотрите в разделе про М2. В керриер у нас есть копирный паз. Вот он. И в этом копирном пазу здесь есть такой достаточно жёсткий переходик. Вот здесь. Такой вот прям уголочком. Который иногда стопорится и не дозакрывается затвор. Вот я взял специально керриер от моей обычной М2. И вот здесь вот видно, как он буквально капелюшечку сглажен. Видео, опять же, было на канале. Вот здесь вот немножко буквально снимается фасочка. Убирается уголочек. Всё. Больше никакой доработки здесь не требуется. Дальше идёт приклад. Точно так же, как с цевьём я поступлю с ним. Штатный приклад в детственном состоянии. Я сниму и оставлю его про запас. А поставлю приклад от моего боевого ружья М2. На котором у меня уже налеплен ротгриб под мою руку. Мне не придётся этого переделать. Потом у меня есть ещё кое-какая идея по поводу доработки приклада. Но как до неё руки дойдут, тогда я вам как бы всё и расскажу. Прикладом по большому счёту на это всё. Следующая деталь. Перехватыватель. В отличие от обычной М2 Бенели, здесь он двухсоставной. То есть он имеет внутреннюю пружинку, которая позволяет более легко заряжать и разряжать ружьё через магазин. Единственная доработка, которая здесь требуется, это немножко подточить вот этот вот зубик. То есть выровнять вот эту вот площадочку. И то только вот где-то вот в этой зоне. Потому что вот здесь вот по факту патрон не проходит. Но я думаю, что если вы похолостите буквально чуть-чуть, вы сразу же получите вот здесь вот отметины именно там, где патрон проходит через перехватыватель. Если вы посмотрите, это то ли летая, то ли фрезерованная деталь летая, скорее всего. И она такая достаточно массивная. То есть вот этот тут носик, вот этот горбик, он в общем-то здесь не нужен. И от того, что вы его чуть-чуть подснимете, жесткость никак не изменится. Также не изменится площадь соприкосновения с патроном, который будет удерживаться в магазине, но при этом исчезнет лишняя ступенька при зарядке в магазин. Собственно, это единственное, что нужно сделать с этим перехватывателем. По чуть-чуть, осторожно, аккуратно и может быть полирнуть. Это намного проще, чем доработка перехватывателя от обычной М2, потому что там его приходилось отгибать. Отгибать, то вы его перегнете, то вы его не догнете. То есть там по 10 раз собирать ружье туда-сюда. Мне вот, я не знаю, сколько я помогал ребятам и своих им уже делал. Ну, наверное, только раза два, что ли, за всю историю у меня получилось, что перехватыватель ну, как бы был сразу отогнут именно на тот угол, на который нужно. Здесь ситуация намного проще. То есть легкость зарядки обеспечивается именно сопротивлением вот этой внутренней пружинки. Поэтому единственное, что мы тут можем сделать и чем помочь себе, это вот немножко убрать вот этот тут горбик. Ну, и последнее. Это непосредственная коробка на зарядке. Как вы все знаете, тема достаточно интересная. Я снимать, естественно, это не буду. Потом уже просто, наверное, покажу результат. но, так или иначе, неизбежное, скажем так, зло, которое требуется для практической стрельбы. У М2СП, она, конечно же, имеет некоторое расширение штатно, но это расширение по факту, что оно есть, что его нет, глобальной роли не играет. То есть требуется, безусловно, намного более кропотливая доработка этого узла. Ну вот, доработка СП-шки первичная, доработка СП-шки завершена. Сейчас вкратце пробежимся по тому, что было сделано, но сразу же скажу, что это не конец, поэтому оставайтесь с нами, дальше будет много интересного. Я думаю, что к маю месяцу это будет просто убервафли абсолютно. Итак, как я уже говорил, приклад остался старым, то есть приклад я переставил с моего старого ружья, на котором уже сформовано рукоятка под меня. Новый приклад я портить не буду, чуть позже поймете зачем. Тыльник здесь винческий, при этом я его немножко еще подрезал, чтобы пич соответствовал моему телосложению. Дальше. У СМ я поставил, собственно, вот эту вот шайбочку, про которую я говорил чуть ранее. Рукоятка у меня здесь неродная, рукоятка здесь буллетековская. К сожалению, буллетеков больше не производят, но у меня осталось пару штук. Собственно, вот это одна из них. Чем она лучше, чем штатная, тем, что она не проворачивается. Подрезана снизу кнопочка для того, чтобы не мешалось это все дело зарядки. Наклеена велкро под полочку для зарядки из третьего положения. Доработано окно зарядки определенным путем. цевьё также стоит от старого ружья специально. Тоже узнаете вскоре зачем и почему. Подкрашено. Здесь у меня чуть-чуть пролилось, это потом уберется, просто пока что еще этим не занимался. Подкрасил начало планки для того, чтобы был так называемый целик. Вот с этим мы будем разбираться уже потом, но этот будет только по пуле. И в общем-то все. Здесь у меня встал тайский магазин. Сейчас попробую показать получше. Вот так он выглядит. Он по сути вровень со стволом. Я предполагаю, что я буду пользоваться внутренними чоками, не выносными, а внутренними. Дело в том, что с обычным удлинителем магазина, когда он получался длиннее ствола, очень сложно откручивать внутренние чоки обычным ключиком для чоков такой вот вертушкой, потому что приходится делать пол оборота, вынимать, опять пол оборота, вынимать и так далее. Поэтому такие сужения очень сильно помогали, проще было их просто выкручивать, закручивать и так далее. С учетом того, что длина ствола и магазина одна, то уже не будет проблемы с выкручиванием их при помощи штатного бенелевского ключика, например. Поэтому думаю, сделаю себе комплектик внутренних чоков, и у меня будет ствол вровень с магазином. это будет и компактнее на лишние пару сантиметров и на самом деле эстетичнее некоторым образом. Потому что на данный момент, когда ствол получают длиннее магазина, ну, выглядит так. Не знаю. Вот, поэтому пока это вот то, что было сделано. Естественно, там внутри доработан перехватыватель, как я объяснил ранее. Я еще не холостил, не пробовал. Собственно, завтра постреляю, посмотрю, как это будет. На холощение, к сожалению, времени уже не будет на этой неделе. Я думаю, начнем сразу с хардкора. А так, на этом все. Всем спасибо. Пока.